Мы читаем статьи Баля Сулама, статья «Мир в мире». Вопросы можно задавать на капсюл АЭЛ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Да, давайте посмотрим, какой у нас подзаголовок, и нам будет понятно, почему тогда выбрали эту статью, которую мы будем изучать. «Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложение исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливости мира, как сказано в псалмах». Так, Баля Сулам, который написал эту статью, хотел объяснить, что, в общем-то, является сутью этой статьи, что это исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. В нашем мире нет мира. Это не то, что там мир, когда все думают обычно, что это... Ну, когда нет войны. А мир — это насколько все творение находится в равновесии, в хороших взаимоотношениях, когда каждый дополняет друг друга, поставляет ему то, что необходимо. Все части творения находятся в такой гармонии, в таком совершенстве. То есть раскрытие Творца, короче, во всех творениях должно для этого быть, чтобы достичь мира в мире. Ну, прочитаем. Он видит в этой статье, что эта статья просто жизненно необходима для того, чтобы достичь исправления. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, поцеловались истинные земли, произрастает, справедливость с небес является, и Творец даст благо, и земля наша даст плод свой. Так написано в салмах, как он пишет это в подзаголовке, как это написано в книге. Псалмы, и он даёт нам этот отрывок, эту цитату. Ну, мы прочитаем, потом вернёмся к этому, и тогда нам будет понятно, что он имеет в виду. Всё оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Всё, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли, ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру. Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершавшего и создающего его. И поэтому мы должны научиться остерегаться очернение любого элемента творения, говоря, что оно является лишним, и в нём нет никакой необходимости. Ведь этим мы клевещим на создающего его. Однако же всем известно, что Творец не завершил творение в тот момент, когда сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этапа отсутствия и до завершения её роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока ещё не завершил процесса своего развития до конца. Так же и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он всё ещё находится на переходном этапе своего развития. поэтому мы не должны решать, что он плохой и очернять его, ибо не от мудрости это. Вопросы? Или вы хотите, чтобы мы ещё раз прочитали, или продолжим читать? Вы должны сказать, всё-таки вы должны дать какую-то реакцию. Эта статья очень важна, потому что мы находимся в состоянии окончательного исправления, когда всё человечество идёт к этому, и мы в центре человечества, мы зависим от них, они зависят от нас, и поэтому эта статья «Мир в мире» объясняет нам всё окружающее и весь размер всего творения и как нужно относиться ко всем и к себе. Но пока у нас-то есть только Петахтиква 6. Пожалуйста. Когда я смотрю на эпидемии, на затопление мира, я должен сказать, что это естественный процесс, или это зло требует исправления? Конечно, это зло, и это требует исправления. Что значит это природно? Это не природно. А если мы видим во всех формах природы, в которой мы находимся, что это просто теряет равновесие из-за нормального, гармоничного, спокойного состояния, как это должно быть, гармонии, чтобы пары года сменяли друг друга, и как это всё должно быть, в здоровом соотношении, мы должны видеть в этом особую силу, которая совершает эти все помехи, все эти явления до такой степени, что мы скоро увидим, что мы вообще не сможем существовать на Земле. Как я могу знать, плод завершил процесс его развития полностью или нет? мы этого не знаем. Если каббалисты бы нам вообще не раскрыли науку каббала, мы бы жили, как сейчас живут все люди. Но каббалисты объясняют нам, в чём причина, в чём заключается причина того, что мы так себя чувствуем и чувствуем наш мир, что мы сами приводим к отсутствию равновесия в мире, в которое в мир входят сейчас люди. Пока непонятно всё-таки. Ну, спроси в другом виде. Я пытаюсь понять, если это природное явление, на которое я смотрю, я должен сказать себе, что это нехорошо или это всё ещё процесс развития? Мы должны осознать, что все эти явления мы являемся причиной, потому что мы не находимся в равновесии, поэтому мы причиняем это отсутствие равновесия, когда система выходит из равновесия. И, в общем-то, это является фактором, знаком нашего внутреннего состояния, если мы находимся между собой и со всеми уровнями природы, неживо, растительное, животное и, самое главное, с людьми. Это знак того, что мы не находимся в правильном объединении, в правильном взаимодействии, и мы не понимаем этого, что вот нехватка равновесия, отсутствие равновесия в отношениях между людьми, но вызывает эти явления в природе и возвращается к нам в таких тяжёлых состояниях, наводнениях, катастрофах, всяких ураганах, которые приносят много бед. Мы, конечно, ещё не всё чувствуем, но посмотрите, это огромная проблема. Если мы начнём сейчас, если мы посчитаем эти удары, которые у нас есть, как в Египте написано, что считали эти казни египетские, но мы-то уже это прошли, и мы не обязательно должны проходить через всё. мы можем выйти из всего этого, что эти удары, эти казни, пока мы не отнесём все эти удара, которые приходят к нам, к тому, что мы неправильно организованы, что эти удары приходят к нам от Египта, от желания получать, от эгоистических форм, связей, в которых мы связаны друг с другом. И пока мы не ощутим, не осознаем, что мы находимся в этих ударах, в этих казнях, что это как изгнание от хорошей жизни, связи с Творцом, связи между нами, пока мы не начнём раскрывать, что есть кроме этого состояния, что тоже, когда мы находимся уже вне Египта, и когда мы захотим удрать из Египта, этого, мы должны постараться объяснить себе и другим, что в этом форма этих ударов, этих казней, что в этом через них проходит путь выхода из этого Митсрая, из этого встречи не с Египта. Я видел ответы в интернете и всегда и пишут, что всегда были катаклизмы такие. А что особенно в этом году происходит? Мы не можем. Насколько мы знаем, я говорю, исходя из человеческого восприятия в человечестве, мы не можем сказать, что все эти состояния были раньше такой интенсивности, все вместе происходили раньше в каком-то состоянии в мире. Были какие-то биологические проблемы, как сейчас есть вирус, например. Были была жара, был холод, и были все другие вредители, и были также катастрофы всякие, и ураганы. То есть то, что мы сейчас приходим к этим проблемам, так, чтобы было одновременно со всех сторон природа, так вот намеренно старалась принести вред человеку, это особенное, очень особенное. Это только показывает, насколько мы находимся в отсутствии общего равновесия. и мы можем говорить также без науки каббала, что мы, как люди, наверное, все-таки нашими действиями, нашими технологиями, мы являемся причиной этих проблем, этих бед, когда мы сжигаем сырье, и то, что мы строим, и наша деятельность, она приводит к этому, и есть такие, которые понимают это. Но что особенного в этих ударах природы в 2021 году или то, что было сто лет назад? что они приходят в таком разностороннем виде, и когда у нас есть и потопы, и жара страшного, и вирусы, засухи, и проблемы, может быть, даже будет голод, не будет, что есть на земле, в некоторых местах есть еще проблемы, то есть природа не будет нас выносить и терпеть, ты вдруг увидишь, что все животные, среди которых ты живешь, которые ты пользуешься их мясом, например, все эти животные вдруг заболеют и начнут вымирать, что урожай, скажем, и рис, и зерновые злаки не созревают, и тогда у тебя нет вообще самых базисных продуктов питания и так далее, и это все будет как результат ударов природных, и это творец так все это через природу действует, потому что природа это же в гематрии Луким, то есть творец, поэтому я очень боюсь, меня очень беспокоит то, к чему мы приближаемся, все, и я не вижу в человечестве, что она правильно читает эту картину, видит ее, то, что мы раскрываем в мире. как передать этот посыл, не пугая человечество, чтобы не вызвать у них гнев? Ну, так, чтобы запугать, это не стоит, потому что не захотят слушать, но нужно делать это так, в таком логичном образом, научном, насколько возможно, в общем, и также говорит заранее, что у нас есть решение, как бы то ни было, что высшая ступень, высший уровень человечества, который соединяет все уровни неживого растительного и животного вида, приводит это в гармонию, все это соединяет в одну систему, и для этого ты, в общем-то, и раскрываешь рот, потому что у тебя есть решение, и ты хочешь объяснить решение, ты не очень-то был в действии и говорил, если бы мы не пришли к такому состоянию, которое просто очень-очень опасное, что с завтрашнего дня вдруг мы раскроем, что практически нам нечего есть и пить, и вообще не знаю, что еще, говорят, что в течение нескольких лет мы приближаемся к такому состоянию, что планета Земля вообще будет выжжена от жары, что ты будешь делать с этим? Ну, короче, есть и что, что делать. Давайте послушаем Африку. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, клея улами. В вашей introduции на артик «Паи» вы сказали, что «Паи» это комплитуд. Вы сказали, что мир от слова «совершенство», «шалом» от слова «шалем». Могли бы вы объясните, да? Если мы хотим прийти к миру, мы должны прийти к Творцу и сделать всё, что мы должны сделать в соответствии с высшими законами, и тогда на нас будет его воздействие в полной мере, что называется «шалом», «шалем», то есть совершенное воздействие, тогда мы будем чувствовать, что мы получаем от Творца, и мы связаны с ним, и получаем всё, что необходимо, полное благо, и только в этом мы должны видеть наше спасение. И всё. Чехословакия. Спасибо, Раф, и спасибо чтецу. вы хотели бы понять это относительно десятки. В статье написано, что всё создано ради какой-то цели. Написано действительно обо всём и всё зло в этом мире? Или говорится о том, что относятся к какому-то другому измерению? Нет, говорится по-простому, там, где мы находимся. Абар Сулам хочет нам объяснить здесь, в этой статье, почему мы взяли её для изучения. Он хочет нам объяснить на уровне нашего мира, то, что происходит с нами, и особенно то, что в нашем поколении происходит, что мы входим в такой период, который называется последнее поколение, что мы находимся сейчас в особом расчёте с Творцом, с высшей силой природы, общей силой природы, которая называется Ахатева, то есть высшая природа, то есть Творец, который управляет. И некуда нам убежать, если мы видим в природе всякие реакции, удары, отрицательные отношения, мы должны принимать это как отрицательное отношение Творца высшей силы к нам. Поэтому относиться к общей природе и к Творцу это так вот нужно относиться как одно. То есть мы, конечно, видим природу вокруг нас и также внутри нас, потому что все мы находимся и включаемся в природу и Творец находится также на более высоких уровнях. Так мы должны видеть это. Поэтому если мы видим, что есть какая-то ударка, эта проблема возникает в нашем мире, мы должны отнести это к Творцу, да? Хорошо? Латинская Америка 7. Раф, это очень удручает, когда ты видишь такую беспомощность. Несколько месяцев назад мы почувствовали, что человечество начинает внимать нашим посылом и понимать состояние Творения. Но сейчас я слышу вас, что вы озабочены и обеспокоены тем, что человечество не реагирует, и есть ощущение краха, и я не знаю, как над этим подняться. Что вы могли бы сказать об этом, чтобы помочь нам? Смотри, я уже пожилой человек, я видел в своей жизни много и читал много о том, что происходило в истории, и то, что в науке Каббала нам объясняют, что нечего нам ждать, что если ты в течение каких-то нескольких дней делаешь расчёт, и ты уже отчаиваешься, это неправильное отношение, неверное отношение к реальности, мы должны делать то, что мы должны делать, и вместе с этим мы, насколько мы будем совершенствоваться и подниматься выше, мы будем видеть эти изменения в природе, которые будут более тонкие, более деликатные такие на таком уровне. Если ты поговоришь с человеком, который обычный человек наше мире, он говорит, ну а что это такого? А учёный уже чувствует, он уже различает, он уже говорит, нельзя так просто относиться, там есть проблемы. Поэтому давайте продолжать учиться, и не будем делать быстрые выводы Москва-6. А вот если мы хотим людям передать такой посыл, что обычным людям, чтобы на этом земном уровне нормально существовать, мы должны соединиться. Но им нужен пример. Какой мы пример можем дать, если я вижу даже между нами, у нас, мне кажется, этих проблем ещё больше, хотя мы вроде работаем в этом направлении на объединение, это и здоровье, это и с трудоустройством работы, это и в отношениях, ну то есть тут целый-целый клубок всяких проблем, и вот как мы можем передать этот посыл людям, если они по нам смотрят, что вы нам хотите дать, какое объединение, если у вас самих куча-куча всего. Я себя понимаю, это претензия к Творцу и его поведение, почему он не делает в нашем мире, как написано, что каждый, кто ест что-то плохое, должен тут же подавиться, а тот, кто думает плохо о товарище, он тут же должен заболеть и так далее. Нет, так это не работает, то есть вознаграждение и наказание в нашем мире не раскрывается, и поэтому мы именно благодаря тому, что это не раскрыто, мы должны поднять это на уровень веры и выполнять это, как будто бы это было раскрыто, послушай, как будто бы это уже, да, раскрыто, и в таком виде выполнять это, и тогда мы увидим, что это действительно так, это существует так, то есть прежде я выполняю это не потому, что это меня обязывает, а потому, что я слышал от каббалистов, что так это действительно происходит в духовном мире, и тогда я, благодаря тому, что это выполняю, вдруг вижу, что действительно это так, так это находится в реальности. Это называется сначала по принуждению, а потом по желанию, но это при условии, что я обязываю себя выполнять духовные законы в моей жизни, и в той мере, что я делаю это, я начинаю видеть, оп, действительно, действительно это так, так это существует. Каб Ю Севан. Каб Ю Семя. Может быть, я не прав, но хочу вас спросить. Мне напоминает эту историю, истории с Содомом и Гаморой. Они ломят яхесли сепурием шибетора. Я не хочу выражать отношения к этим историям, которые в Торе люди читают. Я не понимаю, как ты можешь вообще со своим умом начинать говорить об этом и приводить эти примеры. Пожалуйста, не приводи мне такие примеры. Это настолько детский подход. Вообще нельзя даже говорить такие вещи. С Дома и Гамора такие вещи. Это ведь духовные очень высокие понятия. Ты хочешь нас запутать этим. Перестань думать вообще об этом. Перестань читать Тору и придумывать себе. Хорошо, что ты понимаешь Торе, да? Потом мы придём к этому и мы всё это раскроем и объясним. Да. Хорошо. Я тоже прошу прощения, что я так резко реагирую. Но не надо путать других, не надо приводить эти примеры. Я прошу прощения, Раф. И я тоже прошу прощения. Сибирь. Сибирь. Да, Раф, такой вопрос, если видим плохое, то есть вот как это можно рассматривать как плод развивающийся, да? А как я ещё смотрю это через свои неисправности? Ну, то есть можем мы это рассматривать так в десятке? То есть как-то это разграничить? Кен, кен, кен. Да, 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 верно. Десятка это именно то при, тот плод, который мы хотим, чтобы он рос. и мы заботимся о том, чтобы он всё больше и больше развивался, рос, и мы тогда получаем этот опух, это яблоко, этот плод. если мы видим какие-то совсем отрицательные свойства в десятке, которые кажутся, что они никак не могут, ну, то есть непонятно, зачем они нужны. тогда мы должны воспринимать их, принимать, что так это нам кажется, кажется нам так, и продолжать, и тогда мы выясним, может быть, когда-нибудь, что все эти вещи, они также приходят к нам от Творца, и для какой цели мы потом её раскроем, и, конечно же, приходят только от Него. Всё. Хорошо? Что там с Израилем сегодня? Всё время вы Цафон 2, Север 2. Раф, почему у нас есть такая программа, которая нарушает равновесие? Ну, специально так сделано, чтобы ты смог прийти к ощущению равновесия, баланса, интегральной системы, что было на разбито. Почему есть разбиение? потому что из разбиения, когда ты хочешь собрать все разбитые части, ты сможешь понять всё объединение, единство, которое должно быть в Творении, все её части, насколько находятся находятся в совершенном состоянии, гармоничном состоянии друг с другом. К этой форме должен прийти и так постичь. То есть только из противоположного ты можешь прийти к чему-то. Хорошо. Маша, ты что хотел сказать? Нет? Ну, тогда переходим к Реховату. Спасибо, Раф. Из того, что мы читали, непонятно, что Творец не завершил творение в тот момент, когда он создал. Конечно, мы же несовершенные. Он разбил творение. состояние, которое уже было как бы состояние окончательного исправления, разбил это и создал человека как часть творения, которое находится на вершине эгоистического развития, чтобы потом из этого состояния мы могли прийти к гармонии, к совершенному состоянию, прийти к уровню Творца. Это называется, что Творец создал незаконченным творением, Петахтикова шесть. Одно изъявление, которое мы видим в последнее время, как вы сказали, есть много природных катастроф во всем мире, но люди не слышат от этого. Тот, кто не ищет это, не слышит об этом. Должны ли мы быть как организация, которая подытоживает и показывает всем на самом деле состояние, которое есть? мы должны как можно больше продолжать объяснять, почему мы все страдаем, проходим эти страдания и почему мы не очень-то считаемся с теми нашими страданиями. Это как в истории египетского изгнания, как написано, что Творец сказал, может, иди к фараону, ведь я ожесточил его сердце. И несмотря на то, что в наших в этих народных массах есть такая жесткая жестокая выность, мы должны пойти и объяснять им все. Ну, мы должны выполнять миссию Моше, Моисея. Есть ли связь между тем, что мы называем египетскими казнями или вот этими катаклизмами? Да, конечно, есть что-то, хочешь, чтобы они пришли к тебе вот в таком виде, как написано, там, казни египетские, там, можно сказать, что мы сейчас на таком этапе в человечестве, что мы проходим египетские казни. Человечество сейчас проходит, да, египетские казни, да, но только в других таких видах, которые мы не о чем-то можем увидеть этот процесс. Петахтику 29. Как правильно понимать то, что человек, то, что Балет Сулам пишет, что в мире не создано ничего, нет зла, а только в переходном состоянии? Да, тот, кто чувствует зло, это знак того, что он находится в этом, что он сам является злом в мире, которое всё является добром. Есть возможность взять то, что я вижу, и как это связать с тем, что какое зло находится внутри меня? Постарайся, делай усилия, чтобы понять, что всё это происходит так, что в тебе есть зло. каждый судящий судит из своего изъяна. Нужно уточнить, или это не важно? Это не важно. Это всё проявление зла. То есть, когда ты говоришь, что то, что происходит в мире зло, в реальность, это у тебя злой глаз, то есть, это в тебе зло. Раф, я несколько раз говорил с людьми, о страданиях, о кризисе. Они говорят мне, послушай, почему ты так говоришь? Есть статистика, что люди живут лучше, болеют меньше, войн меньше и так далее. То есть, то, что мы говорим, люди не ощущают. Как к этому относиться? Может быть, это... Как это можно доказать вообще? Это у тебя происходит во всех явлениях в человеческом обществе, когда находятся буквально в таких видах восприятия реальности совершенно противоположных. Пока это не приходит ко всем, это происходит много времени и заканчиваются уже все войны и проблемы. Да, это ещё придёт к нам. как же относиться к этому, когда человек говорит, нет, я не чувствую, что есть страдания. Всё, прекрасно. Наверняка, наверняка есть такие, которые не чувствуют и даже благословляют то, что происходит сейчас, вот эта пандемия, все эти вещи, потому что они зарабатывают на этом намного больше, чем раньше. Ну и что? Конечно, это не о чём не говорит. В конечном итоге, в общем, мы все проходим изменения, и ты увидишь это ещё ещё немного, и ты увидишь, что у нас будет более глубокое понимание всего этого, то, что происходит. Петахтик, вот 19 последние. Добрый вечер. Я пытаюсь понять, что Балерусалам имеет в виду? Помогите понять, что в остальных элементах творения, когда какой-то элемент кажется нам вредным и приносящим вред, это лишь говорит о том, что этот элемент находится в процессе своего развития и в переходном состоянии, поэтому мы не можем говорить, что это зло и сомневаться в этом, потому что это не мудро. Я спрашиваю, что я должен сказать, когда на меня сыпятся удары, я должен оправдывать это состояние, не осквернять. В любом случае ты должен прийти к такому решению, что то, что ты ощущаешь, это потому, что ты неисправлен. Вы знаете, в прошлом каббалисты написали в разных книгах, что они не хотят жить при полном исправлении. еще не при полном исправлении, что тебе говорить об этом? Они описали, что не хотят жить в нашем состоянии, когда их спросили, почему, они сказали, что они не хотят проклинать творение. Как это можно объяснить? Надо тебе объяснять то, что ты не понимаешь. Что, должны быть такие сильные удары перед полным исправлением? Воины, воины, не только удары. Почему? Потому, что необходимо обязать людей прийти к правильной форме взаимоотдачи, взаимовлияния. Ну, нет больше вопросов, ты последний. Ну, что там под заголовок слабость исправителей мира? Ну, это именно о тебе. Давайте прочитаем. Да, под заголовок слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителя мира, появляющихся в разных поколениях. То есть все те всякие, которые есть, у нас много таких, которые думают, что у них есть ключ к исправлению мира. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и все вредное вроде человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно уже успели бы просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное. Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо находящееся в его власти и разреша лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые обязаны пройти, пока не придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость. Я вижу вопросов, но может прочитай еще раз, а потом Латинская Америка 7. Давай. слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях. То есть в чем их слабость? Что они думают, что они могут добавить что-то, что Творец не сделал что-то, а они когда добавляют, этим они исправляют мир. А Творец тогда делает так, что все их действия не приведут к успеху. Да. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожит все плохое и все вредное вроде человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно уже успели бы просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное. однако благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо находящееся в его власти, а разрешая лишь вернуть это, превратив его в забро. Поэтому все исправители выше названного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые обязаны пройти, пока не придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость. вот так мы должны понимать, что прежде всего мы должны изучить весь процесс, а потом мы уже должны познать, где мы можем включиться в этот процесс и как бы быть партнерами Творца, но не нашим разумом и не то, что как нам кажется, как мы видим эгоистически, что мы сейчас идем и решаем, что нам нужно делать, какие-то решения своими силами, которые в человеке, и делаем то, что нам хочется, как будто бы Творец ничего не сделал верно, когда создавал человека. А человек создал человека в правильном виде, исходя из того исправления, которое он должен пройти, и с помощью того, что человек достигает и проходит это, он должен достичь уровня Творца. Обратите внимание, к чему мы должны прийти. Это может произойти при условии, если мы постепенно действуем в соответствии с планом Творения, и таким образом мы приходим к нашему исправлению. В этом воплощении, в следующем, не важно, это произойдет с каждым. и нет больше вопросов, да? Латинская Америка 7. Спасибо, Раф. Когда человечество получает удары, потому что должно уже созреть это с одной стороны, с другой стороны, кажется, что Творец вынуждает нас, чтобы мы создали связь, проложили связь к состоянию созревания человечества, и как человечество может достичь совершенства и полного созревания, как нам повлиять на это состояние? Ну, это мы изучаем в разных трудах каббалистов, что прежде всего это объединение между нами, что мы должны заботиться о десятке, и если у нас не будет связи в десятке, то мы не сможем повлиять и давать ничего всей системе Творения. А в той мере, что мы соединяемся друг с другом, тогда уже есть какое-то мироподобие этой маленькой десятки всего мироздания, и когда мы делаем какие-то действия в десятке, при этом мы уже можем влиять на всю реальность, всё мироздание. Поэтому мы должны прийти в таком состоянии, что у меня есть десятка, я вместе с товарищами, мы можем воздействовать на всю реальность, когда мы находимся в десятке и все вместе так делаем. И если мы так все направлены, мы уже этим делаем исправление, уже есть основа, с которой далее мы можем уже развиваться. Петахтик 8. Рав, какая потребность, чтобы человечество развивалось не в мудрости и чтобы они не понимали назначение всего находящегося? Никто, никто не причиняет вред. На самом деле, даже воины, которые происходят в человечестве, это тоже не вред, это все исправление. Несмотря на то, что эти исправления, они происходят через страдания. И поэтому запрещено нам заранее говорить, решать, что тут есть всякие потери, всякий ущерб. Но это все исправление, либо таким быстрым путем, либо далеким. Я уже вижу, что вы устали, мы уже привыкли заканчивать это время, то, что я прошу, еще раз пройти отрывки, которые мы изучали сегодня на первой части урока, написать вопросы по ним, передать мне эти вопросы, чтобы вы могли углубляться в это все больше и больше. потому что без того, чтобы мы хорошо так прорабатывали и воспринимали, буквально так вот прожевывали и проглатывали эти отрывки, мы не сможем продвигаться. А так мы будем продвигаться быстро в ходу духовное. Моша. Мы перейдем к инфо. Здравствуйте, друзья. Мы хотим попросить каждого, кто спрашивает или намеревается спросить, и он хочет там часть какого-то первоисточника прочитать или спросить что-то, или отрывок, чтобы все раф и переводчики, все чтобы могли найти о чём вы говорите и поняли, нужно найти эту цитату и сказать, откуда вы задаёте эту цитату. Если вы задаёте вопрос по отрывку и вы хотите прочитать этот отрывок, вы должны перед этим сказать в точности о чём идёт речь. Например, я хочу прочитать 61 пункт 2 параграф или я хочу спросить о 12 отрывке по поводу 12 отрывка и так это поможет всем нам понять, что вы спрашиваете и вы сможете получить ответ. Моше? Наше расписание сегодня 10.30 до 11.30 собрание журналистов с Рам Лайтманом а сейчас споём. с Рам Лайтманом 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 С Рам Лайтман